здорово бандиты вас приветствует канал домашняя качалка и я его автор ведущий вадим кемеровский но давайте расскажу про сегодняшние мои новости сегодня у нас 23 ноября ну и прививку ребята я еще пока не поставил прививку я пока не поставил сейчас расскажу немного поподробнее об этом ну и расскажу некоторые изменения и новости в тренировочном процессе давайте начнем сразу с прививки прививку я не поставил по той причине что начал записываться я в госуслугах но в госуслугах как бы записаться невозможно пошел я записываться как вы знаете в больницу в больницу меня записали только на третье число на 3 декабря это будет первая прививка но вроде как должны уже выдать какой-то сертификат который мне даст право вместо qr-кода куда-то там на тренировке проходить на тренировках слава богу по крайней мере в моем клубе пока не требуют qr-коды на что я прям очень надеюсь что их как можно дольше не будут требовать ну и в общем то по прививке вот так хотел я поставить прививку вместо записи еще пойти поставить прививку то есть у нас есть стационарные типа прививочные такие кабинеты где торговых центрах там еще где-то в общем то там где я хотел поставить меня туда не запустили без qr-кода но оказалось просто его там нету охранник видимо не так понял они уже съехали на ледовый дворец а я приехал в торговый центр лета и вот они меня с меня начали требовать qr-код я говорю что я пришел делать прививку не будет ну чтобы сделать прививку вам надо зайти торговый центр чтобы торговый центр зайти вам нужен qr-код в общем такая вот путаница получилась смешная в общем меня не запустили а просто потом я начал у людей спрашивать оказывается они переехали в ледовый дворец но ледовый дворец у нас построен у таких у такого черта на куличе уже как бы он от меня недалеко находится до него доехать практически невозможно это надо выходить и потом еще наверно с километр по печальным дорожкам идти до этого спорткомплекса автобус транспортному не подъезжает только если на такси наверное или если начальники кто-то тебя подвезет в общем то так пока я без прививки пока что я себя чувствую прекрасно прививку все также боюсь моя девушка поставила прививку ей было наверное первую половину дня ей было безразличным то есть она даже не чувствовала никаких проблем к вечеру ее свалила и вторые сутки она себя чувствовала просто ужасно на работе у меня знакомый поставил прививку и он вообще ничего не почувствовал то есть я как хожу так и хожу на следующий день он пришел на работу с утра и я вчера поставил там в 12 дня или во сколько и я вот сегодня на работе у меня никаких ощущений вообще поэтому видимо действительно кому-то ставят прививки кому-то плацебо вот так вот ну или организм может быть у кого-то так реагирует что безразлично у кого-то переносит очень плохо знаю случаи у кого были первые 12 часов вообще никаких признаков потом их сваливала температура и они чуть ли не сутки или двое суток належали пластом вот так я пока что не испытал на себе это чудо действенное средство поэтому пока что за себя рассказать вам не могу но обязательно расскажу кто следит за моим инстаграмм потеряли мои жимы гири вместо зарядки я делал каждое утро плечи начали немного ныть и поэтому мне мой тренер братик по железу иван зевакин сказал все пока гири ты не жмешь пока тренируешь плечи в обычном режиме вчера я делал на плечи разводки стоя разводки в наклоне ну и жим штанги стоя делал пока что это 40 килограмм на 15 повторений четыре подходика ну вот пока то пока как то так созрела моя любимая девушка я ей вчера написал программу тренировок поэтому скоро я буду начинать ее тренировать если она опять таки не передумает но это все что касается тренировок ну и ребята готовимся к новому году готовимся к новому году программу тренировок я пока не меняю вот сегодня у меня практически осознанная первая тренировка после того как меня перевели опять на сутки трое вот время сейчас у нас 11 утра я уже позавтракал ну и сейчас в скором времени замешаю мел амелопектин с бци ашечкой и буду выдвигаться на тренировочку сегодня у меня день спины сегодня наверное все таки придется мне увидеть нашу звезду антошу бренча поэтому в инстаграм заходите будут stories с нашей с моей с прошлой звездой моего инстаграма это антоша бренч красавчик наш посмотрим как он изменился похудел не похудел но думаю что какой был нахуй такой он остался может быть сегодня чего-нибудь на тренировочке и запишу раз будет у нас антоша бренч может что-нибудь вместе запишем совместненько этом минутки на три-четыре ну и в общем то ребята на этом я с вами прощаюсь все новости на сегодня мои закончились елочка у меня стоит елочка моя уже приготовлена к украшению но еще пока что не на велочку будем наряжать но хочу вы лежать и и не один поэтому будем наряжать ее вместе посмотрим как моя любимая нарядить а ребята еще одна такая вот это уже не реклама никакая не подумайте что это реклама это просто мое ощущение по поводу вот этого вот я вам сейчас покажу крем такой мазь при болях в мышцах и суставах если у вас проблемы с плечами там или с трицепсом или с локтями я сам не верил что это работает но попробуйте мазь салвесар вот так она выглядит в общем начинаются у меня когда начались проблемы с плечами они начали так немного ныть вот так вот вытягиваешь руку вверх поднимаешь она начинает немного покалывать начал я регулярно мазать вот этой вот мазью она не прогревает ничего не делает спину когда я мазал я особых ощущений улучшения не почувствовал но вот именно на суставах на плечах на локтях вот вот она мне очень понравилось как она сработала поэтому она продается в двух тюбиках по 25 грамм то есть 50 грамм тюбик вернее коробочка 50 грамм дней два тюбика по 25 грамм поэтому обязательно попробуйте у кого есть проблемы с суставами с плечами там может быть кому-то в спине будет помогать может быть у кого-то колени болят попробуйте я вот на себе говорю что на спине я не ощущал а вот именно на плечах и на локтях очень хорошо помогло но на этом ребята я с вами прощаюсь канал домашняя качалка желает вам употребляйте только правильное спортивное питание любите балдеть и верьте в то что завтра вы будете намного лучше и сильнее чем сегодня ну а я вам желаю всегда тренируйтесь никогда не сдавайтесь потому что сдаются шлюхи слабаки и квартиры мы к этому числу не относимся и поэтому мы всегда на тренировке и всегда увидимся на канале домашняя качалка всем пока